Кто-то пытался взломать мою страничку в ВК Хер вам Я тем временем продолжаю коматозничать Именно поэтому не выходят ролики на второй канал Влоги не выходят, потому что я очень сильно простыл Путем неимоверных усилий Каждый день стараюсь записать хотя бы какое-нибудь короткое видео Злободневное на тему дня Но тем не менее чувствую себя припогайнейшим образом Кстати, первый раз в жизни я болею без температуры Состояние такое, как бы температура под 40 Температура при этом 36,5-36,6 Ну, в общем, нормально Вирусное какое-то заболевание Простудное Проконсультировался уже с парой врачей Благо среди моих подписчиков Много адекватных людей, образованных людей Спасибо вам большое за это В общем, по их прогнозам Еще 2-3 дня мне коматозится И вот эти 2-3 дня Ну, не знаю Да допишу я влог все-таки в итоге Или не допишу В любом случае, никого не забыл По всем очень скучаю Сегодня хотел провести стрим Но сил уже реально не было В общем, так и живем Сначала думал, что подхватил от Ксюхи краснуху Но, слава богу, вроде никаких высыпаний нет Ну, по крайней мере, пока надеюсь, что и не будет Юлька вроде тоже в порядке Поэтому Должно по идее Как нам раз говорил С 15 по 20 число Вот Критические дни будут Блин, звучит Критические дни Ну, короче Инкубационный период Пройдет Когда Может Дать о себе знать Краснуха Ну, очень надеюсь, что пронесет и меня Все, сейчас пойду Дрыхнуть уже Завтра продолжим Канал, тем временем, продолжает активно расти За что вам огромное-огромное спасибо Ни в какую не хочет простуды Из меня отставать Добавился еще ко всему прочему кашель Дикий да, спорт Тот заложит Тем не менее Несмотря на состояние Я По вашим многочисленным просьбам Открыл Группу в Одноклассниках Очень много просили Поскольку аудитория у меня относительно взрослая Взрослая аудитория в основном сидит В Одноклассниках Теперь у нас есть официальный паблик В Одноклассниках Там еще какие-то есть паблики Связанные с моим каналом Но сейчас я вам покажу Официальный паблик Ссылочку оставлю в описании Поэтому Кому интересно Обязательно подписывайтесь Добавляйтесь в друзья И можете следить за каналом За всеми темами Непосредственно в Одноклассниках А еще Что-то я последние Несколько дней Прям реально подсел на тематику Путешествий по России Достижения России Кстати благодаря На мой взгляд Одному из самых интересных пабликов И одному из самых интересных каналов На ютубе На эту тему посвященных Называется он Время вперед Тоже ссылку оставлю Ребята огромные молодцы Показывают Россию Но не со стороны Как сейчас принято Со стороны негативной А со стороны положительной Потому что Конечно в России Куча проблем Куча нюансов Куча всяких Недостатков Но не стоит забывать о том Что и достижений Немало И плюсов немало А насчет природы Я вообще молчу На самом деле Убежден Что Россия В плане природы Самая богатая Самая красивая страна в мире Поэтому Подписывайтесь на все паблики Потому что Как сейчас Я видео снимать особо не могу А в пабликах Постоянно я публикую Какие-то новости Фотографии В общем все-все-все В общем прошло 8 дней Как Ксюха у нас С этим самым С ветрянкой Слегла Вот Уже Все прошло Буквально Сколько ты Два Днадо почесалось Да На третий день Уже прыщиков новых не было Мы с Юлькой тоже вроде Без прыщиков Все прыщики прошли Зеленка еще осталась Пока Покажи большие Самые Которые не прошли Вот большой Какой еще Вот большой Если ты заболел Ветрянкой Короче Ты не можешь заразить Те Кто болел Ветрянкой Ты не заразишь Кто не болел Ты заразишь Очень возможно Короче Несколько дней Ты почешешься Ну Ночью Должно быть Перед сном Очень жутко Чесаться У меня было Зуд 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 Я выпила Успокоительное И какую-то Таблетку Что-ли Что-ли От Те от аллергии Ветрянка Как и многие Другие болезни Она в принципе Садится на Ослабленные организмы Как правило Она цепляется Когда ты Переболел Каким-то Заболеванием Простудным Неважно Каким Иммунитет ослаб И вот В этот момент Ее можно Гораздо проще Зацепить Даже с хорошим Иммунитетом Можно зацепить Но когда он Те ослаблен Естественно Его легче Подцепить Ксюха у нас Перенесла Ротовирусную Инфекцию Как раз Ее тошнило Тогда И через Пару дней Сначала У нее горло Заболело Потом Плохо себя чувствовало Температура Была Тошнило И вот Дня через Три Через четыре Ее обсыпало То есть Видать На эту Ротовирусную Инфекцию Организм Ослаб И на нее Напало Но На самом деле Есть один Огромный Огромный Плюс Дети Переносят Ветрянку Очень легко Максимум Что с ними Бывает Вот Почешешься Зуд Там вечер Не все Длится Вся эта Коренетель Обычно Два-три дня Потом Прыщики Новые Появляться Перестают И В принципе На этом Все Еще несколько Дней Ходишь 21 День Карантин Потом Выписываешься Идешь В больницу И во взрослом Возрасте Ты уже Не заразишься А вот Если Ты не Переболел В детстве То Хана Когда Взрослый Человек Заболевает Ветрянкой Она Переносится Очень тяжело То есть Там Куча Всяких Осложнений Вплоть До летального Исхода Поэтому Я помню В свое время Когда еще Маленький Был Всегда Рекомендовали Врачи То есть Двое детей Например Один Заболел Чтобы Контакт С ними Не прекращали Чтобы второй Ребенок Тоже Заболел И переболел Потому что Переболеть Во взрослом Возрасте Это Врагу Не пожелаешь Единственный Плюс Что после 30 лет Взрослые Практически Тоже Не болеют Но Могут Заболеть И может Это закончится Очень плачевно А в возрасте До 30 лет Ну Блин Врагу Не пожелаешь Такого счастья Так что Лучше Конечно Не болейте Но Если уж Заболел Ребенок Ветрянкой В принципе Расстраиваться Паниковать Не стоит Ничего страшного В этом нет В ДВЕРНОМ В ДВЕРНОМ В ДВЕРНОМ